Доброе утро! Вы смотрите новости. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скаль. Сразу к выпуску. Денежные доходы. Население нашего региона выросли за год. Положительная динамика в Алтайском крае сохраняется, заключил Алтай-Крайстад. Подробнее и в цифрах расскажем далее. Общий объем денежных доходов населения края за первый квартал года превысил 100 миллиардов рублей. При этом небольшая доля расходов, а это 70%, пришлась на покупку товаров и услуг. Кстати, с января средний душевой доход вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем пик роста пришелся на март. По отношению к марту 2017-го показатель увеличился почти на 6%. Поваленные деревья, мертвая рыба в пруду и запах гнили. Судьба изумрудного парка в Барнауле вновь одна из главных тем в лентах местных средств массовой информации. Парк уже третий год подряд не готов к летнему сезону. Дело в том, что между бывшим и нынешним владельцем идут судебные тяжбы. В изумрудном побывал мой коллега Вадим Слюсарев. Он оценил состояние парка и выяснил, какая судьба ему уготована. Парк Барнаульского меланжевого комбината, он же изумрудный, открыт в 1939 году. 80 лет назад рабочие БМК посадили более 30 видов различных деревьев. И на протяжении всех этих лет в центре города был настоящий зеленый парк. Гордость четырех поколений барнаульцев. До недавнего времени. Как говорил персонаж одного известного отечественного мультфильма, пинкеты хорошо для бабушек и дедушек. Сидеть удобно. И, казалось бы, парк изумрудный рай для пенсионеров. Правда, приходить сюда они пока не торопятся. И неудивительно, парк больше напоминает зону отчуждения, нежели изумрудный город. Большинство деревьев стали пнями. Заброшенные аттракционы ржавеют. А на прошлых выходных и вовсе не обошлось без жертв. В пруду, где раньше отдыхающие катались на катамаранах, погибли все обитатели от нехватки кислорода. Горожане возмущены. Некогда популярное место стало пугать. Мне не нравится. Я недовольна тем, что вырубка произошла. Такая объемная. Пни-пни-пни. И ничего кроме этого. И теперь оголились эти пространства. Застройка какая-то. Какие-то гаражи. Мне не нравится. Я недовольна. Я оцениваю очень плохо. Потому что были выпилены и молодые деревья. Наравне со старыми. Это очень плохо. Птички не стали здесь жить. Белочки куда-то делись. Каптамарангов нету сейчас же. А вода-то какая грязная там. Болото там все воняет. Все это не убирается. А по весне что тут делается? Какой-то изумрудный парк. Тут собачай парк. Парк не могут открыть вот уже три года. Виной тому судебные разбирательства между арендатором Владимиром Фишером и его предшественником Павлом Тулиным. Землю арендует компания «Лидер». Но прежний арендатор пока не собирается вывозить с территории свое имущество. Жители Барнаула и особенно дети стали заложниками личных интересов двух бизнесменов. На настоящий момент идут судебные разбирательства с предыдущим арендатором. Идут соответствующие заседания, рассматриваются. Я думаю в ближайшее время решится этот вопрос, что позволит нам продолжить нашу работу. А работы предстоит много. Все ветхие деревья спиливают и высаживают новые. Ценность изумрудного признают и власти. Его называют легкими Барнаула. Город заинтересован в том, чтобы их сохранить. Хоть парк официально закрыт, люди могут по нему гулять. Для этого в Изумрудном убирают мусор, а в скором времени обработают территорию от клещей. Но поскольку в парке высадки деревьев давно не было, барнаульцы начали бояться, что в Меланджевом парке начнется строительство жилых домов. Все равно парк будет работать как такая прогулочная зона, как зеленая зона. Здесь никто никаких... Вот сразу хочу успокоить жителей Барнаула, города Барнаула. Никаких строительных работ не планируемся. Единственное, что дальнейшее развитие пока у нас находится в стадии паузы в связи с тем решением суда. У новых арендаторов до сих пор нет окончательного проекта. Его составляют специалисты из Новосибирска. По словам Владимира Фишера, парк реконструируют через 5-7 лет. На вопрос, какие деревья будут высаживать, мы не получили ответ. Но понятно, что саженец, например, дуба, становится деревом лишь через 10 лет, а ель вырастает минимум за 15. И даже простые математические расчеты доказывают, что изумрудным парк станет как минимум через 30 лет. Вадим Слюсарев, Сергей Сидых, Новости. На этом у меня пока все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию «Утреннего канала». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова